Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Сегодня мы с вами поговорим о семи продуктах, очень полезных в профилактике рака. Злокачественное новообразование – это страшный бич современного общества. Учёные всего мира ищут ответы, ищут средства, эффективные в борьбе с этой бедой. И сегодня я перечислю семь важных продуктов, которые снижают риск развития рака, которые даже являются убийцами раковых клеток. Поэтому давайте будем внимательны, давайте будем ставить пальчик вверх, подписываться, делиться с друзьями полезной информацией и поехали к здоровой жизни! На первом месте стоят продукты, богатые омегой-3. Это рыбий жир, печень трески и рыбка, которая содержит много омега-3. На втором месте стоят помидоры, особенно они полезны мужчинам в борьбе с раком простаты. На третьем месте молочные продукты, молоко, сливочное масло. Но желательно, чтобы это молоко и это сливочное масло было настоящим от настоящей коровы. На четвертом месте это зеленый чай. Две чашки в день зеленого чая убивают раковые клетки в организме. Являются антиоксидантом. А все мы знаем, что в какое-то количество раковые клетки содержатся у каждого из нас. Но наш организм, иммунная система, если она крепкая, она борется с ним и не дает ему развиваться. Значит, зеленый чай. На пятом месте картофель. Но не простой картофель, а фиолетовый. Он может быть разных сортов, синеглазка, разные сорта. Но мы можем определить его, когда вот покупаем. Он должен быть фиолетовый. На шестом месте орех. И знаете, какой самый важный орех среди множества орехов? Грецкий орех, который растет больше. Вот в наших странах СНГ. На седьмом месте оливковое масло. Но это масло холодного отжима. Вот эти важные продукты. Давайте постараемся побольше их употреблять. Употреблять их желательно каждый день. И пока ученые ищут средства стопроцентные от рака, мы можем сегодня постараться кушать правильные продукты, вести здоровый образ жизни. В предыдущем видео я говорила про полезные витамины. И постараемся предотвратить онкологию у нас, в наших семьях, у наших детей, у наших друзей. В следующем видео мы поговорим о семи факторах, которые ведут к раку. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. И давайте будем с вами вместе здоровы!